Уважаемые коллеги, прежде всего мне хотелось бы поблагодарить наших дорогих устроителей с такой интересной конференцией. Вот весь день с утра до самого вечера можно сидеть, не выходя. Мы, собственно говоря, это и дело. У нас даже перерывов нет между заседаниями. Но очень интересная тематика, очень много интересных докладчиков, и я просто благодарна, что я могу здесь участвовать. И сразу хочу сказать, что название немножечко не полностью отражает содержание моего сообщения, оно будет существенно шире и будет касаться гетерогенности взаимоотношений опухоли и микроокружения, в том числе с приведением примеров наших собственных исследований. Я очень люблю этот слайд, потому что он исчерпывающе характеризует всю сложность и неоднозначность регуляции экосистемы опухолевых клеток. И поскольку сегодня мы занимаемся онкоиммунологией, то, конечно, здесь огромная роль принадлежит нейроиммунно-эндокринной регуляции. Причем я хочу обратить ваше внимание, что речь идет не о канцерогенезе, а именно об опухолевой болезни, об опухолевой прогрессии. Если проблема межопухолевой гетерогенности в свое время была практически решена, и для каждой локализации и для каждого типа опухоли применяется собственное лечение, и разработаны схемы и модальности разные, то ставшая перед онкологами буквально десятилетия назад проблема внутриопухолевой гетерогенности чрезвычайно оказалась трудной и, наверное, потребуется еще очень много лет для того, чтобы ее решить. Внутриопухолевая гетерогенность – это есть результат клональной эволюции опухоли, и оказалось, что иммунная система является активнейшим участником этой клональной эволюции, и, по сути дела, одним из ведущих игроков при формировании адаптивного микроокружения, которое, собственно, и приводит к появлению разных новых клонов опухоли. Особенности биологического поведения каждой опухоли определяются как специфическими молекулярно-генетическими изменениями опухолевых клеток, так и микроокружения. Это уже абсолютно непреложный факт. И важным является то, что такая распространенная модальность, как химиотерапия, она является направляющим фактором клонального разнообразия опухоли. И что тоже сейчас оказалось очень важным, сегодня упоминали иностранные лекторы Зитвогель, исследовательницу из Франции, что химиотерапия обеспечивает условия для вовлечения иммунной системы в ответ на опухолевые клетки. Причем это происходит не для каждого химиопрепарата, а только для тех, которые способны вызывать иммуногенную смерть. А, собственно говоря, расшифровка заключается в том, что они могут действовать генотоксически, и на поверхности клеток могут появляться неоантигены, стрессорно индуцированные, в частности, которые позволяют распознавать иммунной системе эти опухолевые клетки и остаточные опухолевые клетки уничтожать по типу адаптивного иммунного ответа. Мне хотелось бы остановиться на том, что в настоящее время есть две основных концепции канцерогенеза. Первая гласит о том, что рак – это патологический микрокосм, который возникает в результате дерегуляции генома клетки. Это теория соматических мутаций. И если мы берем это во внимание, то, значит, для лечения злокачественных новообразований необходимо уничтожение или остановка пролиферации раковой клетки. Другой взгляд – это то, что рак возникает в результате дерегуляции взаимоотношений между клетками и их микроокружением. Хочу сразу добавить, я здесь не отметила, это не исключает, а также предполагает и структурные генетические повреждения, и эпигенетические повреждения генетического материала. Но здесь немножечко другой взгляд на то, как лечить. Здесь лечить можно не прямым воздействием на опухолевую клетку, а модулировать микроокружение для реверсии опухолевого фенотипа или торможения опухолевой прогрессии. Эти две теории абсолютно друг другу не противоречат, но стоит сказать, что если для первой роль иммунной системы была достаточно жестко детерминирована, как только системы, поддерживающие опухолевый рост, мы это знаем из обзора Ханахана и Венберга 2011 года, то для второй теории иммунная система является одной из самых активнейших участников взаимоотношений с опухолевой клеткой. Вопросы амбивалентности, то есть разных направлений взаимодействия иммунной системы и злокачественных новообразований, сегодня уже поднимались, и может иммунная система выступать и организовывать воспалительное микроокружение, которое индуцирует опухолевую прогрессию, промотирует опухолевый рост, либо может развиваться иммунный ответ против опухоли. И поэтому функция иммунологических эффекторов, она зависит от фактически контекста того, где находятся эти компоненты, от типа опухоли, от свойств этих опухолевых клеток, от терапевтической стратегии, от того, какое микроокружение наблюдается. И иммунологические компоненты могут выступать как в качестве мишеней терапевтических воздействий, так и маркеров прогноза и предсказания. Я хотела бы остановиться на наших находках об особенностях паранхематозно-стромальных воспалительных отношений в опухоли и представить данные об инфильтрации иммунокомпетентными клетками различных компартментов опухоли молочной железы у больных, которые получали предоперационную химиотерапию по представленным схемам, и срок наблюдения составил 5 лет. Здесь представлены различные сайты опухоли рака молочной железы, которые подразделены на несколько типов взаимоотношений с тромально-паранхематозных и воспалительных компонентов. Это сайт, который назван условно нежно-волокнистой стромой, грубо-волокнистой стромой, максимальными с тромально-паранхематозными взаимодействиями, просто клетки паранхематозных структур и просветы протоковых структур. Мы показали распределение CD68 положительных клеток, это макрофаги, как вы все знаете, и клеток, несущих рецептор к стабилину-1, который экспрессируется на альтернативно активированных макрофагах М2. И, собственно говоря, помогает им работать в проопухолевом режиме. Несколько слов о грубо-волокнистой строме. Она представлена коллагеновыми волокнами, преобладает значительно паранхемой, и при этом утрачивает функции. Уменьшает способность представлять клеткам молекулы, которые активируют функции, то есть имеются в виду опухолевые клетки. И фактически исключает возможность эпителиально-мезонхимального перехода опухолевых клеток, а позволяет только амибоидный вариант инвазии. В отличие от этого, в нежноволокнистой строме, возможно, лучшие условия для амибоидного и мезонхимального вариантов инвазивного роста. И надо обязательно иметь в виду, что влияние стромы на инвазивные свойства опухоли в значительной степени обусловлено вариантом активности клеточных компонентов, которые инфильтрируют строму. Так вот мы посмотрели экспрессию CD68 и стабелина. И также еще ряд молекул, которые представляют из себя хитиназоподобные белки, и тоже считаются ассоциированными с альтернативно активированными макрофагами. Я представлю несколько диаграмм, из которых будет видно, что выраженность экспрессии разных клеток, несущих разные маркеры, о которых я сказала, она совершенно разная в разных компартментах и имеет разную маркерную или прогностическую значимость. Ну, следует сказать, что минимально выраженная экспрессия как раз встречается в грубой волокнистой строме, которую я охарактеризовала, максимальная, соответственно, в нежно-волокнистой строме. А вот отношение с лимфогенным метастазированием, взаимосвязь и корреляцию показал CD68 маркер. При наличии лимфогенных метастазов средний балл экспрессии этого маркера был ниже в клетках, располагающихся среди паранхематозных структур. Второе наблюдение о том, что с эффектом НАХТ связана более низкая экспрессия CD68 в участках опухоли с грубой волокнистой стромой. Еще одно наблюдение по поводу эффективности НАХТ, что в случаях с прогрессированием процесса после проведения химиотерапии сработал SICLP, это стабилин, связанный хитиназоподобный белок, в участках с нежно-волокнистой стромой. Его содержание было выше. Я могла бы продолжать перечень вот этих взаимоотношений, которые нами были выявлены. Сразу хочу сказать, что пока это только накопление фактического материала для того, чтобы, во-первых, провести подтверждающие эксперименты, во-вторых, получить дополнительные данные для того, чтобы выявить действительно работающие маркеры. То есть обнаружена прямая корреляция среднего балла экспрессии CD68 и рецептора стабилина в клетках воспалительного инфильтрата. Обнаружена связь эффекта НАХТ с экспрессией CD68 и SCLP. Кроме того, мы обнаружили корреляцию между количеством лимфоузлов с метастазами и выраженностью экспрессии CD68 в клетках воспалительного инфильтрата именно в двух ее компартментах парамфематозной структуры грубоволокнистая и между количеством ИРС1 в клетках воспалительного инфильтрата. Мы говорили о больных, которые получали химиотерапию. Мы провели подобные исследования по оценке инфильтрации иммунокомпетентными клетками различных компартментов опухоли у больных, не получавших предоперационной химиотерапии. Сразу могу сказать, что обычные инфитриевшие клетки CD3, CD4, CD8, их содержание было больше в участках опухоли снежно-волокнистой стромой с максимальным стромально-пранхематозным взаимодействием, а отсутствие чаще обнаруживалось в просветах протокоподобных опухолевых структур и пранхематозных структурах. Что касается CD56, он достаточно редко обнаруживался в ткани ракомолочной железы. Дальше я характеризую экспрессию CD68 положительных клеток в воспалительном инфитрате опухоли и связь с лимфогенным метастазированием. Оказалось, что при лимфогенном метастазировании экспрессия маркера, то есть фактически эти клетки, в просветах протоковых структур были ниже, чем у больных без лимфогенных метастазов. И кроме того, мы выявили прямую корреляцию между выраженностью экспрессии в клетках воспалительного инфильтрата, располагающихся в грубоволокнистой строме, с количеством пораженных метастазами узлов. Эти данные опубликованы в Immunobiology, и мы показали, поскольку статья посвящена маркерам CD68 и Stabilin 1 RS1, мы провели исследование с использованием конфокальной микроскопии, и были идентифицированы три фенотипа опухолиассоциированных макрофагов CD68 плюс, Stabilin минус, CD68 плюс, Stabilin плюс, и CD68 минус, Stabilin минус. Это к тому, что действительно, по-видимому, фенотипы макрофагов, в том числе второго типа, они достаточно многообразны и могут зависеть от экспрессии разных молекул, которые патогенетически важны, для оказания действия макрофагов на опухолевые клетки. А вот здесь, к сожалению, как я боялась, последний столбик не проявляется, но просто я хочу сказать, что мы доказали, что есть RS1 положительные клетки, CD68 положительные, а вот на нижнем самом правом квадратике мы должны были видеть совместное окрашивание зеленое и красное, то есть клетки, которые экспрессируют и CD68, и Stabilin. Ну вот здесь вот более четко видно, верхняя часть – это CD68, воспалительные клетки, они зелененькие при одинарной покраске, и в воспалительных клетках нежно-волокнистой строме, в четвертом столбике, ой, к сожалению, здесь видно плохо, но мы можем видеть совместно и зеленым окрашенные клетки, и красным, то, которое говорит о том, что это двойная окраска, и это макрофаги положительные по CD68 и PRS1. Я хотела бы еще привести несколько наших наблюдений, которые свидетельствуют о том и доказывают о том, что опухоль регулирует микроокружение, и это может сказываться вообще на ее судьбе и на прогнозе заболевания. Мы знаем, что первичная опухоль обеспечивает инвазию, контролирует формирование метастатических ниш, таким образом, что продуцирует различные цитокины и ростовые факторы, но при этом она также модулирует поведение не только опухолевых клеток, но и компонентов микроокружения. Несколько слайдов мне хотелось посвятить феномену внутриопухолевой морфологической гетерогенности, инвазивной карциномы молочной железы, которая была установлена профессором Перельмутером, работающим в нашем институте, и мы сейчас интенсивно изучаем природу этой гетерогенности, но по сути своей физиологической гетерогенные структуры, которые представлены вот здесь на слайде, это тубулярные структуры, это дискретные клетки, это тробикулярные структуры, солидные, я просто за неимением времени не буду их характеризовать, их видно, и альвеолярные, которые похожи на солидные, но гораздо меньше численности, чем солидные. Так вот, эти структуры можно трактовать как разные виды инвазии опухолевых клеток, а мы знаем, что инвазия является одним из важнейших атрибутов опухолевой прогрессии и метастазирования. И на основании больших исследований на сотнях пациентах, проведенных ассоциативных, было показано, что эти структуры ассоциированы с разным прогнозом и имеют различия в характере генной экспрессии, это я сейчас покажу. И оказалось, что мы также посмотрели инфильтрацию CD68 клеток в зависимости от их близости к морфологическим структурам, оказалось, что выраженность инфильтрации макрофагами микроокружения различных этих структур достаточно редкая. И чаще макрофаги выявлялись в микроокружении вдали от опухолевых элементов. При наличии метастазов в лимфатические узлы наблюдалась более слабая инфильтрация CD68 макрофагов в окружении трабикулярных структур и дискретных групп клеток, а также на отдалении от опухолевых структур. Мы также посмотрели связь с гематогенными метастазами и обнаружили также менее интенсивную инфильтрацию CD68 макрофагами, которые располагаются вокруг дискретных групп и на отдалении от структур. С наличием гематогенных метастазов было также ассоциировано достоверное снижение количества CD8 лимфоцитов вблизи дискретно расположенных опухолевых клеток. Везде здесь фигурируют дискретно расположенные опухолевые клетки, которые рассматриваются сейчас, судя по полученным нами результатам, как одни из наиболее злокачественно потенциальные для диссеминации. На этом слайде приведены результаты полнотранскриптовного анализа различных парфологических структур, то есть были определены, какие сигнальные пути активированы в этих структурах, и показана высокая схожесть структур одного и того же типа по морфологической оценке друг с другом, что указывает на их принадлежность к функционально обособленным популяциям опухолевых клеток. Для них выявлены, для разных структур выявлены общие сигнальные пути и выявлены также специфические сигнальные пути. Эта диаграмма показывает сигнальные пути, активные в различных морфологических структурах. Это, собственно, один из фрагментов диссертационной работы сидящей здесь в зале аспирантки Герасченко Татьяны Сергеевны, которую она будет представлять буквально через несколько месяцев. И следующий слайд показывает о том, что есть и специфические сигнальные пути для различных морфологических структур. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что опухолевые образования в качестве различных морфологических структур могут совершенно по-разному влиять на микроокружение в тех компортментах, в которых они находятся. Мы сделали также, пока предварительный анализ экспрессии иммунологических факторов, то есть тех, которые непосредственно вовлечены в регуляцию иммунной системы. Вот вы видите, я не собираюсь анализировать это, я просто хотела показать, насколько многообразен спектр сигнальных путей, связанных с иммунным ответом. И насколько он не перекрывается, хотя нам удалось найти общие сигнальные пути. Это сигнальный путь интерлекина 10, ТНФ-альфа, ТГФ-бета, ИГФ, интерферона, ВИГФ и КСФ. И на этом основании можно было сказать, на основании анализа, который был проведен более подробно, что в дискретных структурах наблюдается высокий уровень экспрессии метастатических генов. В них, в частности, выражена активация воспалительных факторов, пути ТГФ-бета, проопухолевых химокинов, что может обеспечивать влияние на опухолевые клетки и микроокружение. Но я еще раз повторяю, что это требует дальнейшего анализа и более четкой интерпретации. И, пожалуй, последние несколько слайдов, которые доказывают о том, что возможность регуляции опухоли в микроокружении может приводить к определению исхода злокачественного новообразования. Мы провели исследование связи аберраций опухолевых клеток, связанных с дилецией генов цитокинов. Микроэреанализ на платформе Афиметрикс и исследовали нумерологические нарушения, то есть копий-намба-вариэйшн, изменение числа копий генетического материала для 75 факторов иммунной системы и ростовых факторов. Это химокины, рецепторы, интерлекины, ростовые факторы. И оказалось, что амплификация ряда сайтов, генов, в которых находятся гены, в частности, интерлекина 10, ВАКЛ-40, ДАРС, связана с повышением ответа на химиотерапию. А наоборот, допустим, потеря функции ряда интерлекинов, расположенных ниже, связана тоже с повышением ответа на химиотерапию. И, кроме того, мы показали прямую связь безметастатической выживаемости больных раком молочной железы с дилецией локусов, цитокинов. Это в основном химокиновые гены и вот уже упоминавшийся здесь стабилин. Потеря функции химотактических молекул и стабилина, мы видим, снижает метастазирование. Это наблюдение проводилось до 80 месяцев. То есть, это данные достаточно достоверные. Директор, уже 7 минут. все тогда буквально это последний слайд. И я хотела бы как бы подвести итог о том, что же мы сейчас можем предпринять для того, чтобы учесть вот эти вот многообразные условия взаимоотношения опухолей и микроокружения и, соответственно, необходимость разной интерпретации и разного подхода как в поиске мишеней, так и маркеров. То есть, это учет гетерогенности опухолей и микроокружения. Это необходимо обязательно найти иммунологические маркеры предсказания эффективности и химиотерапии, потому что на самом деле они есть. И я, например, даже знаю данные о том, что при колоректальном раке CD8-Т-лимфоциты являются одним из жестких маркеров предсказания прогнозов, причем это даже системные Т-лимфоциты. То есть, у нас есть возможность найти системные какие-то маркеры, которые бы определялись достаточно легко. Уже поднимался вопрос о сочетании химиотерапии с иммунотерапией, для которого необходим поиск предсказательных критериев. Про вариации числа копий генов цитокинов я думаю, что тоже можно говорить как о маркерах. И морфологическая гетерогенность опухоли, ее изучение перспективно для разработки критериев предсказания и прогнозов по оценке качественного и количественного состава структур именно морфологического материала. Маркеры предсказания или мишени для терапии в микроокружении оказывается могут обладать разной значимостью в связи с гетерогенностью. И особенно мне хотелось бы обратить внимание на то, что необходимо исследование по возможностям, условиям терапии метастатических ниш на этой ниве можно достигнуть достаточно больших успехов в плане предупреждения метастазирования. Благодарю за внимание. Ну, к сожалению, вы время выбрали один вопрос, если можно. Пожалуйста. Такой вопрос Молекула стабилин-1 Это то же самое, что клевер-1 Потому что я встречала публикацию Клевер-1 дробь стабилин-1 Им определяли Это М1 фенотип макрофагов Или М2 И какие-то ингибиторы появились Ингибиторы показали свою активность Против именно этой молекулы И что именно эта молекула И отдельно Имеет иммуносупрессирующее действие Без М2 макрофагов Спасибо Я просто не говорила об этом За неимением времени Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...